На новом рынке дезинфекции уделяют особое внимание. На территории есть 6 стоек с бесплатными антисептиками. Практически все продавцы в масках специально обрабатываются ливневки. Проводится ряд других санитарных мер. Каждый понедельник в 2 часа дня закрывается рынок. На рынок остается пустой. Заходит машина с лаборатория. В комбинезонах одеты, в том числе и я. Мы проводим терротизацию, химическая обработка и второй хлорированным раствором со спиртом. Все тротуары, все пешеходные зоны, двери, ручки, где на самом деле ходят люди. Плюс ежедневно 18 человек работает с санитарами, которые сегодня уборки, санитары тоже самое. Хлорируют хлорированным раствором со спиртом те места, в которых бывает больше скопления людей. Людей на рынке не слишком много, однако они чувствуют себя в безопасности. Правда, некоторые покупатели соблюдают санитарно-гигиенические нормы, а некоторые куда более беспечно подходят к этому вопросу. Вы себя в безопасности чувствуете? В общем, да. Нормально чувствуем вообще. То есть в маски ходим. Особо не паникуем по этому поводу. У меня есть масочка, я ее сняла просто. Чего так? Потому что дышать тяжело. Без масочки не боитесь болеть? Боюсь. А чего без масочки тогда ходите? А живы в помощи вышли под кровь небесного. Что касается ценовой политики, то стоимость большинства продуктов на новом рынке несколько увеличилась. Но это общая тенденция. Например, то же самое можно наблюдать и на знаменитом привозе. Сильно цены вверх пошли во время карантии? Чуть-чуть, да. Процентов 15-20 точно, думаю. Связываете это с чем? С чем? Опять же, с спекулятивными особенностями нашего населения. Карантин и доллар, как считаете, влияют на ценовую политику? Ну, карантин и доллар, ну, отчасти да. Я скажу, что на некоторые продукты поднялись цены, хотя говорили, что будет дешевле, что хороший урожай. Ну, пока не бьет по карману. Через месяц посмотрим. Зарплат не будет уже. Посмотрим. Поднимаются, конечно, поднимутся цены. Что касается профилактических норм, то мы заметили на рынке дружину санитарно-ветеринарной лаборатории. Контролеры мерили температуру посетителям привоза для выявления потенциальной угрозы распространения инфекции. А вот процент продавцов и покупателей в масках здесь меньше, чем на новом, а людей значительно больше. В принципе, количество покупателей объяснимо тем, что привоз считается самым большим и самым дешевым одесским рынком. Да и, в принципе, культовое торговое место. Самый знаменитый рынок Южной Пальмиры продолжает жить своей привычной жизнью. Ведь одесский колорит не спрятать ни за каким карантином. Константин Гречан и Владимир Ивжич, телеканал Репортер.